Муаммар аль-Каддафи. Известен в истории как ливийский революционер и политик. Он был фактическим лидером Ливии и братским вождем арабской джамахирии на протяжении четырех десятилетий. Каддафи родился в сельском местности недалеко от города Сирт в пустынях Триполитания на западе Ливии в бедной семье бедуинов, которая происходила из небольшой арабской племенной группы под названием Аль-Каддафа. Как и другие кочевные племена бедуинов, семья Каддафи была неграмотной и не вела записи о рождении своих детей. Многие биографы рассматривают дату 7 июня как день рождения Каддафи, однако точная дата неизвестна. Источники утверждают, что он родился в 1942 году или весной 1943 года. У Муаммара были три старшие сестры и он был единственным сыном своих родителей. Воспитание в бедуинской культуре повлияло на всю его оставшуюся жизнь. Он предпочитал умиротворенную пустыню для уединения и своих размышлений, нежели жить в шумном и суетливом городе. Каддафи разговаривал на триполитанской разновидности арабского языка, в котором присутствовали некоторые бедуинские фонологические элементы. Самое раннее образование Каддафи носило религиозный характер, который ему дал местный исламский учитель. В последствии, переехав в соседний город Сир, чтобы посещать начальную школу, он за четыре года окончил шесть классов. Образование в Ливии было платным, но его отец считал, что это принесет большую пользу его сыну, несмотря на финансовые трудности. Будучи бедуином, он всегда гордился своей самобытностью и поощрял гордость в других бедуинских детях. В детстве Каддафи был свидетелем значительных событий, потрясших арабский мир, включая арабо-израильскую войну 1948 года. Он находился под большим впечатлением от книги президента Египта Камаля Нассера «Философия революции», которая описывалась, как инициировать переворот. Один из египетских учителей Каддафи симпатизировал политическим идеям юноши и посоветовал ему, что для успешной революции потребуется поддержка армии. Муамар Каддафи был дважды в браке, его жены родили ему семь сыновей и одну дочь. Помимо родных детей, у него были еще и приемные. Идеологическое мировоззрение молодого Муамара формировалось его окружением, а именно его исламской верой, бедуинским воспитанием и отвращением к действиям итальянских колонизаторов в Ливии. Будучи школьником, под особым влиянием мыслей египетского президента Нассера, которого Каддафи считал своим героем, принял идеологию арабского национализма и социализма. Своё образование Муамар продолжил в Ливийском университете Бенгази, где изучал историю. В дальнейшем он забросил учебу, чтобы поступить на военную службу. В 1963 году он начал обучение в Королевской военной академии вместе с несколькими друзьями-единомышленниками. Вооруженные силы представляли собой единственную возможность продвижения по социальной лестнице для обездоленных ливийцев, и Каддафи считал армию потенциальным инструментом для политических перемен. С группой преданных кадров в 1964 году Каддафи создал Центральный комитет движения свободных офицеров, революционную группу, названную в честь насиритского египетского предшественника. Во главе с Каддафи они проводили тайные встречи и были реорганизованы в систему подпольных ячеек. Он путешествовал по Ливии, собирая разведывательные данные и налаживая связи с единомышленниками, но правительственные спецслужбы игнорировали, считая его небольшой угрозой. Получив высшее образование в августе 1965 года, Каддафи стал офицером связи в армейском корпусе. В апреле 1966 года он был направлен в Великобританию для дальнейшего обучения и в течение девяти месяцев он проходил курс английского языка в городе Беконсфильд. Каддафи не любил Англию, утверждая, что офицеры британской армии оскорбляли его на расовой почве, ему было трудно приспособиться к культуре чуждой ему стране. Правительство короля Ливии Мухаммада Идриса становилось все более непопулярным к концу 1960-х годов, поскольку усугубило традиционные религиозные и племенные разногласия в Ливии, централизовав федеральную систему страны, чтобы воспользоваться нефтяными богатствами. Коррупция и укоренившиеся системы патронажа были широко распространены в нефтяной промышленности. Арабский национализм становился все более популярным. После поражения Египта в шестидневной войне с Израилем в 1967 году вспыхнули протесты. Администрация Идриса считалась произраильской из-за его союза с западными державами. В городах Триполи и Бенгази вспыхнули антизападные беспорядки, а ливийские рабочие закрыли нефтяные терминалы в знак солидарности с Египтом. В середине 1969 года Идрис уехал за границу, чтобы провести лето в Турции и Греции. Свободные офицеры Каддафи увидели в этом свой шанс свернуть монархию, начав операцию Иерусалим. 1 сентября они заняли аэропорты, полицейские участки, радиостанции и правительственные учреждения в Триполи и Бенгази. Как только Каддафи сместил монархическое правительство, он объявил о создании Ливийской Арабской Республики. Обращаясь к населению по радио, он провозгласил о конце реакционного и коррумпированного режима, который ужасает всех нас. Каддафи настаивал, что переворот свободных офицеров представлял собой революцию, ознаменовавшую начало широкомасштабных изменений в социально-экономической и политической сфере Ливии. Он провозгласил, что революция означает свобода, социализм и единство, и в течение последующих лет осуществлял меры для достижения этой цели. Центральный комитет свободных офицеров, состоящий из 12 членов, провозгласил себя Советом революционного командования и правительством Новой Республики. Лейтенант Каддафи стал его председателем и фактическим главой государства. Он присвоил себе звание полковника и стал главнокомандующим вооруженными силами. Хотя теоретический Совет революционного командования был коллегиальным органом, действовавший на основе консенсуса, но Каддафи в нем доминировал. Члены Совета представляли собой молодых людей, как правило, из сельской рабочей среды и среднего класса. Ни один из них не имел университетского образования. Этим они отличались от богатых, высокообразованных консерваторов, которые ранее управляли страной. Завершив переворот, Каддафи приступил к реализации своих намерений по укреплению революционного правительства и модернизации страны. Были созданы народные суды для рассмотрения дел различных монархических политиков и журналистов, многие из которых были заключены в тюрьму. Король Ливии Мухаммад Идрис был заочно приговорен к казни. Экономическая политика Совета революционного командования на раннем этапе характеризовалась как государственно-капиталистическая по своей направленности. Было создано множество инициатив, направленных на помощь предпринимателям и развитие ливийской буржуазии. Поскольку основным экспортом страны являлась сырая нефть, Каддафи стремился улучшить нефтяной сектор Ливии, усиливая свой контроль. Уровень жизни ливийцев значительно повысился в течение первого десятилетия его правления. Каддафи особенно критично относился к Соединенным Штатам из-за их поддержки Израиля и встал на сторону палестинцев в израильско-палестинском конфликте, рассматривая создание государства Израиль в 1948 году как западную колониальную оккупанцию, навязанную арабскому миру. Он считал, что палестинское насилие против израильских и западных сил является оправданной реакцией угнетенного народа, который борется против колонизации своей родины. Призывав арабские государства вести непрерывную войну против Израиля, в 1970 году он создал фонд джихада для финансирования антиизраильских боевиков. В 1975 году правительство Каддафи объявило государственную монополию на внешнюю торговлю. Его все более радикальные реформы в сочетании с большим количеством доходов от продажи нефти, которые тратились на иностранные цели, вызвали недовольство Ливии, особенно среди торгового класса страны. Это спровоцировало первую гражданскую атаку на правительство Каддафи, в ходе которой было разбомблено здание в Бенгазе. Каддафи провел чистку армии, арестовал около 200 старших офицеров, а в октябре основал тайное управление по безопасности революции. В 1999 году Ливия начала секретные переговоры с британским правительством о нормализации отношений. В сентябре 2001 года Каддафи публично осудил нападение 11 сентября Аль-Каиды на Соединенные Штаты, выразил сочувствие жертвам и призвав Ливию к участию в войне с терроризмом. Правительство Каддафи продолжало подавлять внутренний исламизм, в то же время он призывал к более широкому применению законов шариата. Ливия также укрепила связи с Китаем и Северной Кореей. Под влиянием событий войны в Ираке в декабре 2003 года Ливия отказалась от обладания оружием массового поражения, свернув свои программы по созданию химического и ядерного оружия. В результате отношения с Соединенными Штатами улучшились. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр посетил Каддафи в марте 2004 года, между ними установились тесные личные связи. После начала арабской весны в 2011 году Каддафи выступил в поддержку президента Туниса Зин-эль-Абедина Бен-Али, которому тогда урожала Тунисская революция. Каддафи предположил, что народ Туниса будет удовлетворен, если Бен-Али ведет там систему джамахерии. Опасаясь внутренних протестов, правительство Ливии приняло превентивные меры, снизив цены на продукты питания, очистил армейское руководство от потенциальных перебежчиков и освободил нескольких заключенных исламистов. Это оказалось неэффективным и 17 февраля 2011 года вспыхнули крупные протесты против правительства Каддафи. В отличие от Туниса или Египта, Ливия была в значительной степени религиозно-однородной и не имела сильного исламистского движения, но было широко распространено недовольство коррупции и укоренившимися системами покровительства, а безработица достигла около 30%. Обвинив повстанцев в том, что они накачаны наркотиками и связаны с Аль-Каидой, Каддафи заявил, что скорее умрет мучеником, чем покинет Ливию. Когда он объявил, что повстанцев будут преследовать улица за улицей и дом за домом, армия открыла огонь по протестующим Бенгази, убив сотни людей. Потрясенные реакции правительства, ряд высокопоставленных политиков подали в отставку или перешли на сторону протестующих. Восстание быстро распространилось по менее экономически развитой восточной части Ливии. К концу февраля часть городов уже контролировались повстанцами, и для их представления был сформирован базирующийся в Бенгазии Национальный Переходный Совет. В первые месяцы конфликта казалось, что правительство Каддафи, обладающее большей огневой мощью, одержит победу. Обе стороны пренебрегали законами войны, допуская нарушения прав человека, включая произвольные аресты, пытки в несудебные казни и нападения из-за мести. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, приостановив членство Ливии в Совете по правам человека, введя санкции и призвав Международный Уголовный суд провести расследование убийства безоружных гражданских лиц, который впоследствии выдал ордера на арест Каддафи и его сына Саифа Аль-Ислама, обвиняя их в многочисленных военных преступлениях против человечности. При поддержке союзников с воздуха повстанческое поучение продвигалось на запад, нанося поражение армии Каддафи, захватило контроль над центром страны. Заручившись поддержкой местных общин берберов, армии повстанцев окружили сторонников Каддафи в нескольких ключевых районах Западной Ливии, захватив столицы Триполи, тем самым покончил с последними остатками власти Каддафи. Отступив в Сирд после падения Триполя, Каддафи объявил о своей готовности вести переговоры о передаче власти переходному правительству, но это предложение было отклонено Национальным переходным советом. Окружил себя телохранителями, он постоянно менял места жительства, чтобы избежать обстрелов, посвящая свои дни молитве и чтению Корана. Каддафи вырвался из второго округа Сирта в составе совместной гражданской и военной колонны, надеясь укрыться в долине Джарев. Но бомбардировщики НАТО атаковали их, уничтожив не менее 53 человек. Конвой расселся, а Каддафи и его приближенные сбежали, спрятавшись в дренажных трубах. Пока телохранители Каддафи сражались с повстанцами, в ходе конфликта он получил ранение головы в результате взрыва гранаты. После чего ополченцы взяли Каддафи в плен, нанеся ему серьезные ранения при попытке задержания. Причем сначала он подвергся ужасным надругательствам, весь мир облетели кадры, на которых видно, как измученного ливийского лидера идут сквозь толпу. В этот момент в него тыкают и наносят удары всем, что было в руках у окружающих его людей. Палки, штыри, ножи и оружие. Затем его полуобнаженное, безжизненное тело было помещено в машину скорой помощи и доставлено в Триполи. По прибытию туда он был уже мертв. В официальных отчетах Национального переходного совета утверждалось, что Каддафи попал под перекрестный огонь и скончался от пулевых ранений. Другие свидетельства очевидцев утверждали, что повстанцы смертельно ранили Каддафи в живот. Сын Каддафи, Мутазим, также был свачен и через несколько часов найден мертвым в результате внесудебной казни. Их трупы были помещены в морозильную камеру местного рынка, после чего тела были выставлены на всеобщее обозрение в течение четырех дней. Посмотреть на них приезжали ливийцы со всей страны. Кадры смерти Каддафи широко оттранслировались в международных средствах массовой информации. 25 октября 2011 года Национальный приходной совет объявил, что Каддафи был похоронен в неустановленном месте ливийской пустыни. Каддафи был противоречивой фигурой в мире, вызывающей серьезные разногласия. Его популярность внутри страны была обусловлена свержением монархии и знанием итальянских поселенцев, выведением американских и британских авиабаз с территории Ливии, а также перераспределение земель страны на более справедливой основе. Сторонники восхваляли администрацию Каддафи за создание почти бесклассового общества посредством внутренних реформ. Они подчеркнули достижение режима в борьбе с бездомностью, обеспечении доступа к продовольствию и безопасной питьевой воде, а также значительные улучшения в образовании. При Каддафи уровень грамотности значительно вырос, и все образование вплоть до университетского уровня было бесплатным. В течение первого десятилетия правительство Каддафи, жизнь большинства ливийцев несомненно изменилась к лучшему, так же как и их материальные условия и благосостояние. С другой стороны, по мнению критиков, народ Ливии жил в атмосфере страха при администрации Каддафи из-за повсеместной слежки его правительства за местными жителями. Западные комментаторы и политики обычно описывали Ливию при Каддафи как полицейское государство и считали, что он состоял в тесных отношениях Советским Союзом. Государство Каддафи также характеризовалось как авторитарное. Эти злоупотребления включали подавление инакомыслия, публичные казни и произвольные задержания сотен оппонентов. Диссидентам за границей публично угрожали смертью, а иногда их убивали правительственные кратильные отряды или насильно возвращали домой, где им грозило тюремное заключение или смерть. Мумар Аль-Каддафи навсегда останется в истории одним из самых одиозных диктаторов в мире, который сверхмонархию внес большой вклад в развитие своей страны и был жестоко наказан своим же народом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова